Когда человек системы пошел против нее, ректора ГМУ Игоря Салдана уволили в ноябре 2019-го, и эти 4 месяца он судится за свои должности и с медуниверситетом, и с самим очередителем Минздравом России. На последнем заседании, наконец, выступает его представитель и разбивает доводы защиты о том, что Салдан был не в курсе увольнения. Будь так, больничный лист сыграл бы в пользу восстановления. Мы привезли эти приказы, вот он ознакомился, и эту копию мы оставили на его рабочем столе. Как бы нормальная процедура, просто она ничем не затверждена в трудовом законодательстве, мы не должны ее отдавать под роспись. От вручения трудовой книжки он отказался, в связи с чем было сделано извещение, направленное ему почтой, и на сегодняшний день, естественно, не выразил свое согласие о направлении ему трудовой книжки почтой. Игорь Петрович находился на своем рабочем месте, заранее не уведомлял о том, что он временно нетрудоспособен, ну и, соответственно, работодатель за неуведомление не может внести какие-то последствия. Напомним, больничный Салдана был открыт в день увольнения. И кроме ректорского кресла, Игорь Петрович боролся за восстановление на кафедре гигиены. Он был заведующим по совмещению и хотел пройти вновь по конкурсу. Но АГМО конкурс отменил. Иных конкурсантов заявления не поступили. Полагаю, что отмена выборов со стороны Алтайского медицинского университета была направлена исключительно на воспрепятствование занятий указанной должности моим доверителям. С чем не согласилась прокурор? Представители АГМО пояснили необоснованность претензий Салдана. Требовать восстановления он мог, будучи исполняющим обязанности. Но контракт с возом у него истек 30 января. В иске отказано, поскольку ИСОМ пропущен срок для обращения в суд по требованиям о восстановлении на работе в должности исполняющего обязанности директора. По остальным требованиям оснований для удовлетворения суд не нашел. Поскольку все действия ответчиков министерства и университета соответствовали требованиям документов. Будет ли Салдан подавать апелляцию, его адвокат не комментирует. Но если да, то это вновь затянет выборы ректора АГМУ, которые должны были состояться еще летом 2019-го. Сейчас у ВОЗа только один утвержденный кандидат на этот пост, исполняющий обязанности ректора Ирина Шереметьева. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком.